Римлянам 14 глава говорит о днях, о днях недели и месяца. Какой день хранить? Мы говорили об учении субботы. Израилю была дана суббота покоя, после того, как они были освобождены Богом из Египта. Бог дал им день покоя, чтобы они отдыхали. Свобода требует покоя. Одна из причин субботы – свобода от рабства. Также суббота – это время размышления, в то время как тело отдыхает. И, конечно же, в нашей жизни мы будем сталкиваться с теми людьми, которые будут убеждать нам в том, что нужно соблюдать субботу. Это учение очень важно. И для нас, для студентов Библейского колледжа, каждый должен знать это учение вдоль и поперек. Эти люди не из либерального крыла, которые будут говорить вам о субботе. Они не ведут разнузданный образ жизни, но в этом учении они не включили Господа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню, как один пастор рассказывал мне, он хороший пастор и проповедует истину во всякое время. Одна дама из его собрания прислала ему письмо, где говорилось, ваши проповеди хорошие, но, возможно, вы не заметили, что вы не упоминаете имени нашего Господа уже три недели. Он был очень занят другими вещами. Он проповедовал о Господе, но не называл его имя в проповеди. Вы можете проповедовать о характере, но не включать Господа. Они рассуждают о дне, который нужно хранить, но не включают Господа. Они рассуждают... Например, в церкви в Лаодике была группа верующих, людей, которые не жили аморальной жизнью, но не включали Господа в свое служение церкви. Мы должны быть очень осторожными, чтобы включать Господа везде и во всем, что мы делаем. Скажу вам одну историю. Один мальчик поймал лягушку и начал бить ее, пока она не умерла. Он не знал, что пастор пришел к его матери. Он заходит в дом и говорит маме, мама, я убил лягушку. Затем он видит пастора и продолжает. И она пошла домой к Господу. Он сказал маме, я убил лягушку, потом увидел пастора и продолжил. И она пошла домой к Господу. Включайте Господа во все и всегда. В нашем служении был пастор много лет назад. Он был невероятным законником. Даже когда он проповедовал благодать, у него все равно получалась законническая проповедь. Когда он проповедовал о любви, у него все равно получалась законническая проповедь. Все, о чем он не проповедовал, имело законнический дух. Пожилой человек послал одному пастору письмо. Это реальная история, которая произошла в 1985 году. В этой записке говорилось, сэр, я хотел бы увидеть Иисуса. Пастор был хорошим человеком. Он заплакал. Он не стал реагировать. Дух Божий поговорил с ним через послание пожилого человека, которого он очень уважал в церкви. Пастор был сокрушен. И из его сокрушения Бог стал давать жизнь в проповеди и любовь. Через месяц пожилой человек написал ему еще одно послание, в котором говорилось, мы возрадовались, когда увидели Господа. Пастор сказал, что эти слова сделали очень много в его жизни. Он проповедовал истину. Вы не нашли бы ошибки в его проповедях, но он не был мотивируем через сокрушение и любовь. Это очень важно. Итак, вот здесь люди в церкви обсуждают, рассуждают о днях. Римлянам 14 глава. Очень много говорят по телевидению о расизме. Мы все знаем, что в течение нашей жизни мы видели ужасные сцены расизма. С другой стороны, разве сейчас не намного лучше? Разве сейчас не намного лучше? Думаете ли вы, что медиа преувеличивает эту проблему? Чтобы начало что-то происходить. Я согласен, что можно сделать больше в этой области. Но думаю, что это касается всякой группы людей. Все нуждаются в любви, справедливости, в получении возможностей. Это очень важно. Я помню, как медиа атаковали баскетбольный клуб Бостон Селфикс в отношении расизма. Хотя в 1960-х в этой команде были пять чернокожих баскетболистов, которые очень часто появлялись на площадке. Почему они атаковали их? Римлянам 14 глава 7 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем или умираем всегда Господне». В первую неделю, когда я был спасен, я сказал, «Я рожден свыше. Я спасен. Я пойду в церковь, услышу замечательную проповедь. Я не мог дождаться воскресенья, и когда пришел в церковь, что вы думаете, пастор проповедовал? Армагеддон». Это было сильно. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые будут происходить за семь лет до Армагеддона, о восхищении церкви. Жаль, что тот пастор не проповедовал о восхищении церкви. Итак, римлянам 14 глава 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес. Ибо Христос для того, гар, эйс, тоу, то, именно для этой цели Христос умер. Умер. Апо, тнеско. Апо, тнеско. Аурист активного. Залог изъявительного наклонения буквально умер. «Воскрес. Каи. Анистеми. Анистеми. Ари с активного залога, изъявительного наклонения. В определенное время Христос воскрес из мертвых, что является истинным утверждением. И ожил. Каи. Аназао. Каи. Аназао. Аурист активного залога, изъявительного наклонения. А жил, был восстановлен». Девятый стих. «Чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Люди спорили о том, какой же день им определять и какую пищу есть. Стоит ли есть мясо, принесенное в жертву идолам? И какой день отделять? Девятый стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Другими словами, Павел говорит, «Перестаньте спорить. Перестаньте скандалить». Потому что эти люди постоянно спорили и говорили против друг друга. «Они были очень горды, были очень наполнены негативностью друг к другу и другими вещами». Если вы прочитаете внимательно из-за гогику, Павел, наблюдая за этим, направляет их внимание на то, что должно быть по-настоящему превознесено. Им не было интересно то, что имеет важное значение. Им было интересно, кто окажется прав в споре. В их споре не было Господа. Да, Он Господь над мертвыми и живыми через воскресенье, но Он не включен. У них нет никакой духовности, нет сердца по Богу. Десятый стих. «А ты...» Итак, мы видим с вами, что апостол Павел опять возвращается к этой теме, к теме суда. «А ты что осуждаешь брата твоего?» Павел уже говорил об этом в начале главы и не собирается оставлять эту тему. «Или ты, что унижаешь брата твоего?» «А ты, что осуждаешь?» «Ду...» «Де...» «Ти...» «Крино...» Глагол настоящего времени активного залога изъявительного наклонения постоянно производить действия осуждения. Они постоянно спорили друг с другом. «Крино...» это слово «осуждать», «критиковать», «обсуждать», «выражать мнение», «разделять», «различать» во мнениях «производить догматический ментальный суд». Брата твоего Соу Абельфос сын той же матери этнические взаимоотношения родственные взаимоотношения взаимоотношения мужа и жены. В духовном смысле слово Абельфос говорит о взаимоотношениях верующих в теле Христа. Мы, братья, в Господе. Десятый стих. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего?» Унижаешь «эксу тэнео» «эксу тэнео» «отвергать пренебрегать постоянно». В этой церкви это была не просто проблема. Я был в таких ситуациях и всегда на стороне победителей. Я сказал вам, я был в таких ситуациях и всегда на стороне победителей. Итак, вот что я сказал. Я видел, как люди унижали друг друга своим языком. Много лет назад я молился Богу, чтобы пройти через все, что проходил апостол Павел. Когда я встретился с такими вещами, я уже никогда не молился так. Я не хочу, чтобы в нашей жизни возрастал комплекс мученика. Я никогда не желал быть в книге мучеников. В какой книге описаны великие достижения? Как она называется? Великие достижения? Гиннеса. О, я лучше хочу быть в этой книге. Но так, по крайней мере, я чувствую себя сегодня утром. Если Богу угодно, Он может записать ваше имя в книгу мучеников. Конечно, вы не говорите, Господи, я хочу быть в книге мучеников, но если это твоя воля, ты дашь мне благодать на это. Гиннес, ты говоришь, Гиннес? Окей. Однажды я проповедовал проповедь из книги Второзакония. Люди, сидящие на балконе, стали что-то говорить. Я помню эту проповедь хорошо, потому что не всегда с проповедником случается такое. И пусть Господь смирит этих людей. У этой женщины на балконе просто развязался язык. И она вот так сидела, говорила и мотала головой. Она была против меня. Ее муж был против меня. Ее отец был против меня. Она была так рассержена на то, что я сказал. Я сказал, что может наступить такое время, когда Бог позволяет нам делать определенный выбор, и Он берет на Себя ответственность последствий нашего выбора. Когда Он позволяет нам делать неправильный выбор, Он использует это, чтобы смирить нас. В этой проповеди не было ничего плохого, но она сидела так, с высунутым языком и мотала головой. Вот что я сделал. Я начал смотреть на людей, которые находились в зале, но не на балконе. Я ни разу не взглянул на ее язык в течение всей проповеди. После проповеди она подошла ко мне и сказала, что это была лжепроповедь. Когда люди хотят унизить вас, они говорят вам что угодно. Их сердце становится диким, потому что оно уже обмануто. Все, что может выйти из человеческого сердца, уже лживо, когда оно обмануто. «Если наши сердца уже лживы, все что угодно может выйти из них, не так ли? Что же произошло с ее сердцем? Проклято ли оно? В Библии говорится о проклятии в жизни верующих. Это не значит, что человек проклят и пойдет в ад. Иисус говорит слово «проклят» много раз в отношении иудеев, которые не принимали его. Это значит, что у них украдут благословение в практической жизни. Благодать уже есть, но она не действует в их повседневной жизни. Это не значит, что Бог не хочет их благословить. Это не значит, что Бог стоит рядом с ними, чтобы ударить их, хотя воспитание от Него очень даже реальная вещь. В церкви в Риме не просто были споры о днях, они полностью были поглощены в эти споры. Там была ненависть, слова проклятия, слова отравленные ядом, они стали ненавидеть друг друга из-за споров о днях и о пище. Десятый стих. Все мы предстанем на паристеми, глагол будущего времени, паристеми, среднего залога изъявительного наклонения. Запомните, средний залог это субъект встает под действие глагола. и в данном случае не означает, что субъект получит пользу от действия глагола. Далее, все мы предстанем на суд Христов. Это суд, суд Бема, суд Христов, на греческом будет Бема, Христос. Суд Бема Иисуса Христа. Одиннадцатый стих. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Вы знаете, здесь говорится, что двенадцатый стих «каждый из нас даст за себя отчет Богу». Мне нравится думать о суде Бема. Когда мы читаем филиппийцам 2.10, мы видим суд Великого Белого Престола. Этот суд произойдет после окончания Тысячелетнего Царства, и там будут неспасенные люди. Здесь мы говорим о суде Бема, где всякое колено преклонится перед Иисусом Христом. Представьте себе, что верующий никогда не преклонял свои колени перед Иисусом Христом. Представьте себе верующих, которые никогда не признавали Господа Иисуса Христа Господом их практической жизни. Там они признают, и там они склонятся на свои колени. Одиннадцатый стих. Ибо написано «Живу Я», говорит «Господь предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Это будет время уничижения и умоления на короткий промежуток времени 1 Иоанна 2 27. Из-за того, что верующие не исповедовали правильные вещи в их жизни, они исповедуют их. Я не говорю о грехах. Негативные верующие негативные служители произнесут слова исповедания на суде Бема один на один с Иисусом Христом. Они исповедуют перед Ним, что Он Господь, и исповедуют это на своих коленях. Мы сейчас говорим о верующих. Некоторые подростки, которые уклонились от Бога, не восстановили свои взаимоотношения с Богом, им придется исповедовать Иисуса Господом, стоя на коленях, если, конечно, они спасены. 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вместо того, чтобы исповедовать тревогу, негативность, депрессию, проблемы, они исповедуют Иисуса Христа Господом. Далее. Мы сейчас произведем экзегетику и мы перейдем к другой теме. Все мы предстанем на суд Христов. Слово предстанем глагол будущего времени среднего залога изъявительного наклонения. Ибо написано гар графо гар графо глагол совершенного времени пассивного залога изъявительного наклонения. То, что произошло в прошлом, актуально в настоящем. Страдательный залог предмет принимает действие и изъявительное наклонение утверждения истины. Живу я зао эго зао эго от зоя эго глагол настоящего времени активного залога изъявительного наклонения плюс личное местоимение именительного Зо-зао может относиться к физической жизни или к духовному существованию. Здесь это слово означает духовная жизнь, исходящая из Иисуса Христа. Говорит Господь, Лего, Куриос, глагол настоящего времени, активного залога, изъявительного наклонения, плюс личное местоимение и именительного падежа. Передо мною преклонится всякое колено, Кампто, Кампто, преклониться, склониться, это слово употребляется, в основном обозначая поклонение. Даниил три раза молился перед Богом и поклонялся ему Даниил 6.10. 2 Царств 22.40 говорит о том, что враги склоняются перед Давидом. Далее, и всякий язык будет исповедовать Бога. Экзо-мологео, экзо-мологео, глагол будущего времени среднего залога, изъявительного наклонения, исповедовать. Экзо-мологео, более интенсивная форма исповедания в сравнении с хомологео, это полное исповедание истины о Господе. Итак, ара-оун, ара-оун, двухкратный соединительный союз, который говорит о том и утверждает все то, что было сказано выше. Каждое вышесказанное слово имеет важнейшее значение. Каждое слово здесь сказано имеет важнейшее значение. Каждый из нас не кастос хемон, не хекастос хемон, еще раз, хекастос хемон, прилагательное мужского рода, единственного числа, именительного падежа, плюс местоимение множественного числа, каждый в отдельности. За себя даст отчет. Ди-до-май, логос, ди-до-май-логос, отчет в специфичной области, объяснение, пояснение. Это относится к подотчетности верующего перед Господом. За себя, перихито, перихиото, существительное мужского рода, родительного падежа, сам за себя, и не будет рядом никого. Богу, теос, существительное мужского рода, дательного падежа. На иврите это слово Elohim и Yahweh, Elohim и Yahweh. Женщины будут стоять один на один с Господом и давать отчет. С ними рядом не будут стоять их мужья. Женщинам нужно обучиться учению о суде Бема. Женщина будет стоять наедине с Богом и давать отчет за ее отношение к учению к Иисусу Христу, к вере, к атрибутам Бога, к благодати и к поместному собранию. Она даст ответ за себя в каждой области. Она не сможет сказать, дорогой, а что мне отвечать? Дорогой, а что мне говорить? Бог будет ее дорогим там. И он будет задавать вопросы. Она склонится перед Ним на колени и исповедует Иисуса как Господа в смирении. Надеюсь, что это время будет временем радости для многих из нас. Я говорю, как это будет, чтобы у вас была радость и вы не были постыжены. Некоторые так называемые учителя ходят повсюду и обучают 1 Петра 3 до того, что это выходит из ваших ушей. Все, что они делают, они обучают 1 Петра 3, 1 Петра 3, 1 Петра 3. Повинуйтесь, 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 повинуйтесь. О, если бы я был женщиной, я не повиновался бы. Мне нужно нечто большее. Для меня достаточно слова, чтобы убедить меня. Мне нужна любовь, вклады жизни. Конечно, вы почитаете своих мужей. Конечно, это важно, и всякое восстание приносит разрушение в брак, но вы не обучаете этому только, но обучаете и другим учениям. Вы обучаете учению о личной вертикали с Богом, учению о позиции царственного священника. У вас есть право не согласиться с ним, если он неправ или отступает от веры. Вы не следуете за ним в его неправильном направлении, вы добры к нему, вы служите ему, но не идете с ним ошибочным путем. Таков баланс этого учения. Слава Богу за наших дам. Я горжусь ими. Я могу сказать так в любом месте, в любое время. Они не отходят от учения. Люди, у которых нет сильного поместного собрания и сильного пастора, учителя, там женщины начинают проводить библейские занятия. Это самое опасное, что может быть. Ничто не может быть так опасно, как женщина, имеющая влияние, умеющая говорить, которая собирает вокруг себя группу женщин и становится на место их пастора. Она постоянно ссылается на другого пастора, которого никто никогда не видел. Она говорит, сегодня мы будем обучать из 1 Петра 3. Через месяц опять из 1 Петра 3. Одна женщина написала мне недавно. Она сказала, я хожу на библейские занятия, и все, что я слышу там, это 1 Петра 3. Я думала, что для женщин есть нечто большее, чем 1 Петра 3. Та женщина, учитель, ничего не знает о изогогике в отношении Сарры. Если бы она знала, она никогда не использовала бы эту главу. Очень легко Сарре было подчиниться в 86 лет. Бог почтил ее, когда она забеременела в 89 лет. На небесах будет радость в любом случае. Там будет невероятное святое поклонение Богу. Я попросил бы Иисуса показать мне Сарру. Да, там не будет такого понятия аудио или видеозаписи. Это будет время вечности. Я хотел бы увидеть лицо Сары. Сколько морщин было у нее. Как стара она была. Как странно она действовала. Я желал бы увидеть состояние Сары, когда она забеременела Исаком. Я хотел бы, чтобы на нее также посмотрели молодые дамы, которым 16-18 лет. И это будет интересно. Тринадцатый стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату в случае преткновения или соблазну. Не станем глагол настоящего времени, активного залога, сослагательного наклонения. Человек может не судить, а может и судить. Здесь предлагается не судить. Не осуждайте, не разделяйте, не говорите необдуманные слова, не говорите своего мнения в отношении личной жизни и своего опыта, своего социального окружения. Не судите в вашем уме никого. Дальше. Более судить друг друга. Мекети, аун, алелос. Мекети, аун, алелос. Перестать делать это. Это комбинация отрицательной частицы глагола, что значит отсутствие возможности делать то же, что раньше. А лучше судите о том. Слово судите, крино, аурист активного залога, сослагательного наклонения, это заповедь повеления в отношении умственного суда. Следующее. Как бы не подавать брату, то, ме, титенай, титенай, инфинитив, настоящего времени активного залога, что говорит о постоянной цели и отношении. Установите свой ум в этом направлении. Следующее. Случа к преткновению или соблазну. Слово соблазн скандалом. Все, что может привести к спору и скандалу. Один раз в Писании это слово встречается в военном смысле, в книге Деяния 11.44, а остальное время это имеет значение ловушки и петли в отношении сексуальных желаний, желаний материальных благ и идолопоклонства. Преткновение – это камень преткновения, о который человек может споткнуться и упасть. Не говори то, результатом чего будет падение человека. Бог говорит, не делай этого. И в этом служении, в это служение приходит много новых людей. И Бог говорит, не делайте этого. Как легко можно поставить препятствие для них, чтобы они споткнулись и упали. Результатом того, что вы говорите, может быть падение человека. Видите? Библия говорит, не делайте этого. Будьте осторожны в своих словах, кому вы говорите. Если у людей нет способности к определенной информации, она может ранить их. Не рассказывайте о проблемах людей и всем повсюду. Вы можете поговорить об этом с Богом или рассказать об этом лидерам церкви. То, что вы скажете им, может привести их к падению. Ставить препятствие на пути человека – негодная вещь. Мы пройдем сейчас основные суды истории. Первый суд – это суд над Иисусом Христом на кресте. В каком году Он умер на кресте? В каком? В 33-м году по Рождеству Христову. 2 Коринфянам 5.21, 1 Петра 2.24 и 3.18. Второй суд – надо мной лично. 1 Иоанна 1.9, 1 Коринфянам 1.31, Псалом 31.5, также Псалом 50 с 1 по 5 и Исайя 43.25.28. Это суд над самим верующим, когда Он проверяет Себя и следует Себя. Он называет Свой грек перед Богом и принимает восстановление через кровь Христа. Третий суд – суд Бема, судилища Христова. Время, когда верующие век от Церкви будут стоять перед Христом, в их жизни будет и их жизни будет дана оценка их продуктивности. 1 Коринфянам 3.11 по 16. Римлянам 14.10. Остальные верующие Ветхого Завета, верующие Великой Скорби и верующие Тысячелетнего Царства, это будет Откровение 11.18. На суде Бема будут только верующие периода Церкви. Для других верующих будет Свой суд. Там не будет святых Ветхого Завета, святых Великой Скорби и святых Тысячелетнего Царства. Помните эти суды и чем они отличаются. Четвертый суд – суд над Израилем, кто останется в живых после Великой Скорби во Втором Пришествии Христа. Это не восхищение, но пришествие Христа на Елеонскую гору это будет крещение огнем. Это 10 Дев Матвея 25.1.13, притча о талантах Матвея 25.14.30, Иезекииля 20.22.30, и притча о пшенице и плевелах Матфея 13.24.30. Неверующие исчезнут с земли, а верующие войдут в миллениум. Это суд над Израилем во время Второго Пришествия Христа. Когда наступит Тысячелетнее Царство, на земле будет очень благоприятная среда обитания, но она не будет совершенна, несмотря на то, что Иисус Христос будет править на земле. Далее, суд над народами, оставшимися в живых во Второе Пришествие. Козлы. Матфея 25.41.46, суд над неверующими. Матфея 24.37.41, аналогия дней Ноя. Далее, овцы. Матфея 25.34.40, многие из народов будут спасены, а многие не будут спасены. Далее, суд над падшими ангелами. Матфея 25.41. Это шестой суд. Они будут брошены в озеро огненное навсегда, после миллениума, то есть Ищелетнего Царства, Откровение 20.8.10. Суд над неверующими. Откровение 20.20. Глава с 11.15. Все неверующие будут воскрешены. Иоанна 5.28. И они будут судимы по делам их. Затем все они будут брошены в озеро огненное, из-за того, что они отвергли Иисуса Христа. Также будут и другие суды. Суд над святыми Ветхого Завета, суд над святыми Миллениума. Их суд совсем другой. Теперь Откровение 20. Стих 6. Блажен и свят. Имеющие участие в воскресении первом. Мы с вами участники воскресения первого. Воскресение верующих. И после этого произойдет суд Бема. Итак, мы с вами в заключении должны сказать следующее вещи. Римлянам 14 глава, 4 стих и 13 стих говорят, что мы должны перестать судить. Вот почему нам судить запрещено Иисусом Христом. Давайте мы откроем три места в Ветхом Завете. Это перевод. Это перевод. Откроем книгу притчей 26 главу. Какова наша тема? Верующие судят друг друга на основании пищи, дней недели, на основании мяса, принесенного идолом. Они ненавидят друг друга, пренебрегают друг друга, унижают друг друга. Итак, 26-22 книга притчей. Слова наушника, как лакомства, и они входят во внутренность чрева. В оригинале говорится так, что слова наушника идут в душу человека и приносят смерть. Ему приносят духовную смерть. Мы проводили такую иллюстрацию. Это было давно. Когда А говорит сплетни, Б, а Б не верит в них, но слушает, что говорит А, в этом случае змеиные яйца откладываются в центре памяти бессознательного ума у Б. В один день Б умрет духовно из-за того, что он слушал. Смерть уже в нем, и она ожидает ситуации в церкви, чтобы поразить. Когда он слушал сплетни, он не верил в них, но ему не нужно было слушать их. Бог позаботился бы об этом, и он не член руководства церкви. Мы говорим о смертельной ране, которая ранит душу. Притчи 18 глава 9 стих. Слова наушника, как лакомства, и они входят во внутренность чрева. Эти, это огненные стрелы сатаны. Вот почему мужья не должны говорить сатанинские слова своим женам, а их женам не нужно отвечать злом за злом. Причина, по которой браки становятся ужасными, сатана насеял много змеиных яиц. В партнерах. Люди говорят не своими словами, но сатанинскими словами в эмоциях. Другая сторона может до конца не восстановиться от этого, если другая будет продолжать делать это. Таким образом, обе стороны начинают представлять сатану друг другу, хотя у них все хорошо. Когда они выходят из дома, они отравляют подсознательный ум друг друга сатанинскими яйцами. Рано или поздно эти яйца раскроются в сложной ситуации. Может произойти развод, множество оправданий, и сатана сделал все, чтобы завладеть их свободной волей. Притчи 20 глава 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Вы слышите, о чем говорится здесь? «Вы не сообщаетесь с тем, кто открывает секреты». Иуда Искариот был учеником Иисуса Христа три года. Вы не знали, кто такой Иуда, но вы не открываете свое ухо для его слов, когда он говорил «Я слышал сегодня». Это могло произойти с вами. Вы не знаете, что он Иуда, и становитесь близкими друзьями с ним. Вы начинаете говорить, он не может быть неправ, потому что он ходил с Иисусом три года. Но Иуда на самом деле от дьявола. Слушать Иуду только на основании того, что он был учеником Иисуса, зло. Многие его слушали, и даже Петр был заражен им. Вы не слушаете человека, который делится с вами тайнами, о другом верующем. Это может принести смерть. Будьте духовными. Вы не слушаете негативную информацию в отношении себя из воздуха. Если вы будете принимать такую информацию из воздуха, смерть уже действует в вашей душе против вас. Вы умираете в вашем служении. И Иисус не будет оценивать вас по количеству виноградных кустов, но по количеству плодов. Служения, которые участвуют в 15 тысячах направлениях благовестия, могут быть недуховными. Миссионер может служить на миссии и не быть духовным. Не важно, сколько виноградников у вас. Важно, сколько плодов вы приносите. Дело в плодах, а не в виноградниках. Очень много виноградников, которые не производят никаких плодов. Не работает. «Храните свое сердце, храните свою душу». Притча 4, 23. «Эпископео», Евреям 12, 5. «Пусть Господь будет блюстителем вашей души». 1 Петра 2, 23. «Не позволяйте раскаленным стрелам лукавого попадать в ваш подсознательный ум, в ваш бессознательный ум и эмоции, потому что цель всего этого принести смерть в духовную жизнь. Отец распусти на своем Иисусе. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok